Всем привет! С вами Оксана, город Ангарск, Иркутская область. Сегодня у нас 17 октября 2023 года. Сегодня я высаживаю саженец винограда с открытой корневой системой. Саженец достаточно хороший, есть вызревание некоторых почек. Я думаю, еще несколько почек у меня созреют, пока он будет приживаться. Саженец я не боюсь высаживать осенью. Некоторые саженцы я буду еще в более позднее время высаживать. С годами понимаешь, что никаких плясок, никаких окопов рыть не надо. С опытом приходит понимание в посадке винограда. Начинаешь понимать свои условия, свою землю, влажность своей земли, плодородность и так далее. Я выкопала ямку на 2 ведра. 2 ведра примерно земли я вытащила с нее, чтобы корень вошел. Одну лопатку золы туда бросила, леечку воды 10-литровую. Зола грязная, непросеянная, обыкновенные, там угли, гвозди и так далее. В общем, всякий мусор. Сейчас я присыплю его родной землей, которую мы выкопали саженцем. Со мной поделился ангарский виноградер Игорь. Игорь занимается виноградом 3 года. У него просто фантастические результаты. Он вообще просто молодец. Он сразу все понял, как надо делать. Сделал все правильно, согласно своих условий. Сегодня я была у него в гостях. Но просто все супер, чтобы не сглазить. Вообще молодец. Вот мы с ним поменялись с саженцами. Это сорт долгожданный. Также я буду высаживать сегодня еще свои воздушные укоренения. Может быть, сниму немножко видео о них. Потому что у меня люди покупали уже такие саженцы. Конечно, при встрече я рассказывала, как их садить. Но для будущих я еще, наверное, сниму именно про воздушные укоренения. В общем, я не боюсь высаживать саженцы осенью. Пока копается земля. Даже если она чуть-чуть подмерзнет. Если штык лопаты у вас входит. Пожалуйста, можно высаживать. Такие саженцы прекрасно перезимуют. Главное, чтобы лоза вызрела. Даже если они тоненькие. Даже если они там меньше 5 мм. Если лоза вызрела, эти саженцы перезимуют. Весной они пойдут в ногу со временем. С весной просыпание будет вовремя. Пока земля теплая, какие-то корешки уже ухватятся. Сейчас за землю. И весной он пойдет в ногу со временем. Если я этот саженец сейчас уберу в подвал. Замотаю корни ему, уберу листья и допустим в подвал уберу. В феврале месяце у него начнут просыпаться почки. Я обязана буду достать его. Создать ему какие-то прекрасные условия. Чтобы он не сдох. Далее высаживать. Мне придется его весной или летом. Либо держать в ведре до осени. Потому что осенняя посадка более благоприятная. Я считаю для винограда. Либо я высажу ее допустим. Как многие делают свою ошибку. В холодную землю. В июне еще земля у нас не оттаяла. Она еще холодная. Виноград в шоке. Зеленое массово сверху. Корни никакие. В общем он весь болеет. Страдает. Лоза не вызревает к осени. Результат никакой. О сигнальном урожае нет вообще никакой речи. И мы теряем год, два, а то и три. Пока этот виноград приживется. А то и вообще может сдохнуть. При такой посадке. Поэтому я выбираю осень. Правильную посадку осеннюю. И чтобы природа мне помогала. Все. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok